В Люберцах прошло первенство физкультурно-спортивного общества профсоюзов России по художественной гимнастике. В течение трёх дней лучшие спортсменки страны состязались за право выйти в финал и представить свой регион на первенстве России. Тему продолжит наш корреспондент. Каждое выступление длилось не более полутора минут в индивидуальной программе и до двух с половиной в групповых упражнениях. Судьи оценивали сложность, артистизм, чистоту исполнения. Чтобы получить высокую оценку, гимнастки слушали тренера и оттачивали каждое движение. Ну, немного волнуюсь, но надеюсь, что соберусь к выступлению. Занимаюсь уже восемь лет и я очень хочу сдать на кандидата в мастера спорта, а потом уже стараться в мастера спорта. Мария Иванова занимается гимнастикой с четырёх лет. Участие в соревнованиях стимулирует к достижению новых результатов и даёт возможность сравнить свой уровень подготовки с соперницами, считает она. Я приехала из города Ярославль. Мне очень понравилось, как я выступила. Своё выступление я посвящаю своим тренерам. Художественная гимнастика – это вся моя жизнь. Я мечтаю стать олимпийской чемпионкой, чтобы меня все знали и хочется выступать за Россию. Здесь принимают участие 680 человек. Индивидуальные группа вы вместе. Начиная от Калининграда, кончая Хабаровска. Дети приехали со всех уголков нашей страны. И отбирается сборная команда профсоюзов на первенство России. В сборную войдут семь лучших гимнасток, которые представит физкультурно-спортивное общество профсоюзов России на первенстве страны. Оно пройдёт в Омске с 1 по 10 ноября. Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал ЛТВ.